Чтобы поймать за руку незаконных коммерсантов, делаем контрольную закупку. Сдаём медь. Цена за один килограмм в этом пункте приёма 276 рублей. Не спрашивая никаких документов, у нас принимают металл, рассчитываются, а вместо товарного и кассового чека выписывают Филькину грамоту. Название организации можно как-нибудь написать? Да нет, я ничего такого не делал. Потому что я принимаю даже без документов. Да? Если бы я документы не принимал, я бы не написал бы. И сам бы тут что-то начеркал бы. Но вот так как тут ничего такого, от вас не прошу. Понял. У физического лица должен спросить паспорт обязательно. По приёму металлолома составить приёмо-сдаточный акт, где отражается организация, принимающая полные данные с датчиком металлолома. На приёмном пункте должен обязательно быть кассовый аппарат и должен быть пробит чек. Юрьев-Польские полицейские отреагировали очень оперативно. Стражи порядка были на месте уже через пару минут. Скупщиков успели задержать, когда они покидали своё место работы. Я принял. На каком основном? Начальник сказал, говорит, если ты хочешь подзарвать, пока меня нет, прими. Ну, я и принял. Будет составлен административный протокол по статье 1426 Кодекса о нарушении приёма лома цветных и чёрных металлов. Прекрасно понимали, что незаконная предпринимательская деятельность влечёт к определённой ответственности. Но, тем не менее, это делали. Да-да, губку собирайте, и один не поедут туда. Почему? Счастливого пути. Занимается незаконной скупкой компания «Мосфтормед», говорят владимирские предприниматели. Зарегистрирована фирма в Орехово-Зуевском районе. И согласно букве закона, только там. По месту регистрации она может скупать чёрный цветной металл. Лицензии, чтобы вести такую работу в других регионах, у неё нет. Все компании, которые осуществляют деятельность в сфере сбора, хранения, размещения опасных отходов яйцедных и чёрных металлов, получают лицензии, соответственно, в Росприворотнадзоре. В лицензии указан конкретный юридический адрес, по которому компания осуществляет сбор. С незаконными скупщиками металла должны бороться надзорные органы и полиция. Последняя только за первое полугодие этого года выписала 60 протоколов на нелегальных скупщиков лома. Половину в июне. Наказание для нарушителей от штрафа в 500 рублей до конфискации оборудования. Изымают его всё чаще. Это считается действенной мерой к очищению рынка от нелегальных скупщиков. Изымается дорогостоящие оборудования, что также сводит деятельность данных скупок к нулю, экономическую деятельность к нулю, и, соответственно, они не могут работать без весового оборудования. Приблизительная цена оборудования? Ну, где-то до 300 тысяч без установки. Вот и сегодня стражи порядка действуют по всей строгости закона. После изъятия весового оборудования пункт приёма больше, как правило, не открывается. Таким образом, уже закрыли нелегальные объекты во Владимире-Лакинске-Покрове. А вот в Коврове и Петушках они до сих пор функционируют. Работают незаконные скупщики и на федеральных трассах. Этот объект располагается прямо на повороте на Оргтруд. Здесь также принимают металл, не спрашивая и не выдавая никаких документов. Алексей Дудин, Илья Фомин, 6 канал.